Полный контакт с Владимиром Соловьёвым До прямого втягивания боевых частей НАТО? НАТО, чем больше кричит, тем больше она пытается прикрыть своё бессилие и страх быть напрямую втянутым. То есть они находятся между двумя проблемами. Бессилие как-то повлияет на то, что происходит на Украине. Ощущение, что со стороны военных, я не говорю со стороны тех, кто выступает, что дела могут закончиться не так хорошо, как им хочется. И поэтому это истерика, которая всё время нагнетается. Вот если послушать последние их заявления. Нет никаких победных реляций. Нет никаких заявлений, вот-вот-вот, сейчас придёт конец путинской агрессии его режиму. Нет. Красный оборот. Если мы проиграем, если на Украине проиграют, то это будет огромное, огромное поражение всего НАТО. Тогда нам. И неважно, откуда это идёт, это основное нота. Если мы проиграем, то есть это какое-то предчувствие, обоснование, нельзя допустить нашего поражения. То есть это не настроение вот-вот победное. Сейчас враг будет отброшен, а наоборот, держитесь, держитесь, мы не должны проиграть. А как они не знают? В этой ситуации, ну, совершенно ясно показала эта операция. Какова боеспособность НАТО? Какова боеспособность для ведения военных действий. Ведение военных действий, в отличие от всего, что смотрят люди со стороны, и понимают, это логистика, логистика, логистика. И ещё раз, логистика и координация. И логистика – это запасы, которые есть. И всегда слабым местом в НАТО было недостаточное количество боеприпасов. Всегда. А сегодня это ещё особо острое. Для самих себя. Потому что тот темп расход боеприпасов, который они ведут сегодня на Украине, даже со стороны Украины, не со стороны России, он им даже не под силу. Нет у них такой возможности. Поэтому они больше пытаются отделаться символическими какими-то движениями, заявлениями. Одну систему поставить, две системы поставить, одну батарею, две батареи. Но я совершенно... На военном, на театре военных действий они не играют никакую роль. Особенно на таких расстояниях, на таких просторах. Это даже не смешно. Все говорят, все отмечают, что вот российская армия стоит на фронте продвижением протяжённостью более тысячи километров. Это не только российская армия, это также и украинская. И на этих просторах, которые есть, причём последние два дня обстрелов ракетами России, территории Украины показали, Вы что думаете, бы я эту территорию прикрыть двумя системами? Примитивными довольно, не очень эффективными. То есть даже не построив систему противовоздушной обороны или противоракетной. А вот они на массы поставляют американцы, немцы дали Айрис. Насколько это хорошая система? Ни та, ни другая система не являются высококачественными системами для борьбы ни с ракетами, ни с самолётами. Одна, две, три, четыре батареи – это не система ПВУ. Система ПВУ совершенно другая. Да, они дают ей поддержку системой разведки и спутниковой разведки, но это не одна единая система, которая управляется. Сейчас, сами эти системы, они не лучше Патриотов. Патриот лучше, но Патриот они не дают. Патриот по-3 лучше, чем любая из этих систем. Эти системы, это они вынуждены посмотреть, кто их купил, кто ими пользуется. Ну так они для себя сделали, так или другое. А если сравнивать Патриот с нашими системами, какие лучше? Патриот не доходит до С-300, очень и очень. Патриот строил, создавалась эта система, как система ПВУ. И до определенной степени она была на том этапе неплохая. Но никогда американские системы ПВУ не доходили до уровня российских. Сегодня тем более. Так что нет у них хорошей системы ПВУ. Да, она есть, не надо считаться. Но они не высокоэффективны. Они сбивают самолеты только в случае ошибки летчиков. А не для организованной защиты неба. И потом их предельно мало. А Патриоты, посмотреть на примере, как они эффективно действуют в Саудовской Аравии. Они ничего не смогли сделать. Даже против иранских беспилотников тогда. Нет на Западе хорошей системы. Есть у американцев неплохая, но она не выдержит, система стратегической обороны против стратегических ядерных ракет. Но баллистических. Не крылатых ракет. И то она для против современных баллистических ракет, которые на вооружении России, она не равноценна. И это американцы знают. Но это совершенно другие системы, которых нет. Нет, о которых не говорят. Их мало для защиты Соединенных Штатов самих. А на тактическо-оперативном уровне нет эффективного оружия на Западе. Есть какое-то. Но оно намного уступает российской системе. И она не эшелонированная. Батарея тут, батарея там. Это не поменяет ничего. При правильной атаке целым рядом беспилотников и ракетов. Совместная группировка Белоруссии и России в Белоруссии. Что это обозначает? Это к чему ведет? Я смотрю на карту. Белоруссия находится на севере Украины. И оттуда открывается... Я не говорю об оборонных возможностях. Я говорю о возможностях атаки. Оттуда открывается огромное поле деятельности. Начиная от ЧОПа и кончая Житомирской областью. Так что, где, как, что это сработает, я не знаю. Но логично, если кто-то сегодня говорит, давайте перережем пути снабжения украинской армии, которая сосредоточена вся более или менее на левом и на правом берегу Днепра. Давайте перережем в более узком месте. Там войск нет. Оттуда можно это сделать очень быстро. А перерезав пути сообщения Украине, украинской армии, где-то в неожиданном месте, без возможности перебросить туда войска и без возможности снабжать часть украинской армии, которая находится к востоку, без ежедневного снабжения боеприпасами, все эти части перестанут существовать в течение недели. И не входя в какие-то политические моменты, перерезать Украину с севера со стороны Белоруссии проще всего и легче всего. Где, на каком участке, это чисто оперативная задача. Где и как. Самый узкий участок, это от Белоруссии до Приднестрова, до Молдовы. Он узкий, там меньше расстояния и проблема решается. Пойдет ли на это российская армия или нет, я не знаю. Опять-таки я говорю это, если я смотрю только на географию и на проблемы оперативно-стратегические, что находится, какие воинские части воюют и где. Но само создание этой группировки, оно имеет и может иметь значение и в отношении ведения действий на Украине, и оно совершенно четко показывает, то есть предостерегает всю истерику с польской стороны на возвращение исконно польских земель Галиции, Волопольши или чтобы польские войска или международные войска, о которых сейчас говорит Зеленский, как-то пришли на помощь Украине. Я не говорю, опять-таки, я говорю, с чисто военной точки зрения. Военные всегда рассматривают ситуацию с точки зрения военной возможности противника, принимая его внимание, но не полагаясь на его политические интересы, его политические решения. То есть если дислокация войск НАТО и польской армии на украинской границе позволяет им войти на территорию Украины, Российская армия, которая поставила свою целью воспрепятствовать этому, она должна быть к этому готова. И если создается та или иная угроза Белоруссии с запада или с юга, я не говорю про Литву, тогда российские и белорусские войска с военной точки зрения должны быть готовы. Решаться те на это, не решаться, это другой вопрос. Но всегда надо реагировать на реальные физические, военные способности и возможности противника, не полагаясь только на его намерения или отсутствие таковых. BBC News регулярно сообщает разведка Британии и дают какие-то вещи со ссылкой на разведку Британии о том, что происходит на Украине. Это всегда чисто дезинформация? – Во-первых, разведка очень часто занимается дезинформацией. Это одно из моих направлений. А британская разведка занимается тремя вещами. Одно чисто профессионально. И в последнее время их профессиональные оценки не отличались высоким качеством. Второе – дезинформации. Третье – политическая информация. То есть дезинформация бывает чисто профессиональной, чтобы запутать противника и не дать ему правильно оценить свои силы и свои возможности. А второе – это политическая. Вот последнее, то, что настало орудием политической пропаганды, это ее и угробит. Разведке нельзя заниматься политической пропагандой. А дезинформации на профессиональном уровне – да, это еще одна часть – прикрыть свои действия. Но вот политической – нет. В последнее время все ссылки на британскую разведку, и они не всегда обоснованы. Но это хорошо работает на публику. Источники в разведке занимаются этой дезинформацией. Например, одна из самых больших политических уток, которые не занимаются – это вероятность или намерение России использовать тактическое ядерное оружие. Это совершенная бессмысльность. И никаких фактов у них об этом нет. Наоборот, из чисто профессиональных кругов и американских, и британских сообщается, нет никаких признаков того, что Россия вообще готовится к этому. А если нет признаков, тогда они... Нет и заключения, нет и анализа. Разведка действует и должна действовать на основе фактов, не основе фантазии. И поэтому смотрят, а какие признаки того, что что-то делается – не делается. Поэтому, зная чрезмерно раздутый авторитет британской разведки, так же, как и американская, очень часто пользуются ее именем. А отношение американское – это еще больше. Она больше... Очень часто подыгрывает политическим интересам. Это одна из ее профессиональных проблем и причина ее ошибок. Назначение командующего группировкой генерал-армии Суровикина о чем свидетельствует? Сам факт, что появился единый командир и что ты знаешь о Суровикине? Я знаю, что напечатано. Первый факт... То есть не пересекался с ним? А? То есть с ним не пересекался? С ним нет. Не встречались. Не, может быть, я его видел на тех или иных конференциях, ну, конкретные когда-нибудь. А, во-первых, положительный фактор для России – это полная истерика в западных средствах информации в попытках очернить его и представить его какого-то монстра, который пожирает с утра одного-двух своих врагов-противников, очень агрессивный, который не стесняется применять силу. Ну, вся остальная брехня, которую пишут – это не важно. Причем, в любой момент его биографии пытаются представить как резко отрицательный. Вот в Сирии он занимался жестоким подавлением и военными преступлениями, подавляя антиасовскую оппозицию. Нет, они пишут серьезные издания. И в Идрале это перепечатывают. Вот он. А самое первое – то, что есть единое командование, это о чем всегда возникал вопрос. Есть театр военных действий. И кто им командует? Назывались имена одного генерала, второго, три, четыре группировок. Не бывает операция. А всегда любая операция должна быть единое командование. Бывает вариант, но он не верен с военной точки зрения, когда этим занимается Генштаб. Но это неправильно. Театром военных действий, таким, как Украина, должен заниматься единый, один командир. То есть единое командование, опять-таки, то, что есть один командующий, это говорит о том, у него есть штаб. Значит, есть единое планирование, единая координация, единые определенные действия. И тогда не может быть, что на каком-то участке, где-то что-то происходит, а не успевает армия отреагировать. При едином командовании, если оно эффективно, этого нет. Рех и его послужной список доказывает то, что у него большой, очень большой, чисто военный оперативный опыт, ведение военных действий в самых различных сложнейших ситуациях. это тоже имеет свое значение, потому что, что требуется от командира? Как можно быстрее, правильно оценить обстановку, определить, каковы должны быть действия, и добиться того, чтобы они прошли так, как он это определил. Все эти качества, по крайней мере, по его биографии, можно оценить, как положительные. Кроме того, если все подчеркивают, даже не другие, его агрессивный характер, значит, он сторонник активных действий, инициативных, а на войне преимущество у того, у кого инициатива, у того, который не дает противнику возможности передохнуть, который постоянно пытается проводить активные действия, чтобы выбить его из равновесия и начать действия там, где он не ожидает. По крайней мере, по тем характеристикам, которые в отношении его есть, на все эти вопросы положительные ответы, а дальше доказательства у него. И потом, сам факт, что он был недолго в Сирии, он получил Героя России за это. А насколько я знаком с нынешней российской армией, вот за такие действия просто так Героя России не дают. Значит, в тот короткий период он смог командовать и провести какие-то операции, о которых ничего не сообщается, которые удостоили этого высокого звания, это тоже говорит о его способности. И потом, он не засвечивался ни в каких паркетных авантюрах. Творцовых. Да, что тоже важно. Яковыч Кедми был в нашем эфире. Спасибо большое, дорогой Яковыч. Продолжайте следить за творчеством Яковыча. Он регулярно появляется на Соловьев Лайф, ну и, конечно, в моих вечерних программах. Сейчас время Голованова. Дмитрий Олегович, Дробницкий у нас на связи. Дмитрий Олегович, приветствую. Слушай, скажи мне, пожалуйста, где-то совсем, что ли, головой поехал? То есть, дает какие-то оценки президенту Российской Федерации, заявляет, что если вдруг подойдет Бидон и захочет тихо и спокойно спросить, мол, как там Грайнер? То тут тогда с ним где-то поговорит. Он совсем, да, поплыл? Да нет, дело не в том, что он поплыл, он по-прежнему нормально считывает перфокарты, если уже пользоваться, так сказать, понятно, дальше интернет-терминологии. На мой взгляд, перфокарты считывает он совершенно нормально, тут никаких проблем нету. Просто вот это вот интервью, оно же любопытным образом сделано. Адрил, да, что у него перфокарты реально выпало? Да, 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 да. А Джейк Таппер ее поднял. Реально перфокарта, что ужасно смешно выглядела. Меня это поразило. Да, но мы, кстати, видели же эти перфокарты, как бы их, так сказать, подсмотрели американские СМИ, там, когда он на трибуне стоял, у него бумажка, что говорить, что не говорить, там, вот это вот все. Какие даже, так сказать, речевые обороты использовать, там, и так далее. Ну, тут ведь вот что понятно. Вот, на самом деле, если абстрагироваться, так сказать, от личности, так сказать, Джозефа Робинета Байдена-младшего, непосредственно, как человека, да, и посмотреть на коллективного Байдена. Тут ведь очень интересная вещь, вообще, как это интервью сделано. Оно, естественно, было, ну, абсолютно, так сказать, сценарное, абсолютно, так сказать, понятно, лояльный журналист, и как бы, ну, условно говоря, у Трампа, ну, не так бы он брал интервью, да, как бы. Это было бы просто, так сказать, ругань на ругань, и, так сказать, постоянный спор. Здесь такой пас, так сказать, ответ заранее, заранее запрограммированный. Проблема тут состоит в том, что оно как будто бы все интервью составлено по, так сказать, что называется, такая компиляция открытых источников. Причем, как, так сказать, российских, британских, мне так показалось, что, точнее, американских, британских, мне даже показалось, что российских немножечко. Вот, так сказать, в этом смысле, ничего, так сказать, такого нового, никакого там президентского инсайда или какого-нибудь мнения Белого дома по какому-нибудь поводу, тут ничего не было. Ну, да, как бы Белый дом не готов там на сегодняшний момент обсуждать контроль России над новыми своими регионами. Ну, с российской стороны, ну, так понятно, что нам с вами именно это обсуждать, тут уже все сказано. С другой стороны, так сказать, с точки зрения политической обстановки на Западе, да, именно это как бы они как бы и не готовы обсуждать. Вопрос о Грайнер, так сказать, и других там заключенных, там, американских гражданах, он политически очень острый, и он как бы будет стоять и уже стоит на выборах. Но только не мы будем спрашивать у Байдена про Грайнер. Ну, разумеется, тут вопрос же не в этом. Джейк Таппер спрашивает, так сказать, у Байдена, вы готовы обсуждать с ним Украину, как бы, так сказать, ну, теоретически я открыл диалогу. А вот смотрите, а вот как бы, а вот вопрос заключенных, а нет, вот вопрос заключенных, если будет поднят, я, конечно, обсужу. То есть, это настолько важный, так сказать, политический вопрос, что, конечно, я настолько, как бы, хорош, что даже это обсужу даже с Путиным. Ну, что-то вот в этом вот роде. Он не мог ответить иначе. Это общая такая ситуация. С другой стороны, он, например, говорит, что он не думает, что Владимир Путин, так сказать, применит ядерное оружие. Ну, понятно, надо как-то немножко отползать от собственной риторики. Они же, собственно, сами все это дело и разогнали. Абсолютно медийная, как бы, вещь, что вот сейчас Путин применит, так сказать, понятно, ядерное оружие. Это такая, такая их собственная медийная придумка, собственная раскрутка. Вот, как-то, надо сейчас как-то по отношению к ней реагировать, потому что, ну, ты бросил эту тему, и все обсуждают только одно, а применит ли Путин, так сказать, ядерное оружие. Тактическое, не тактическое. Сам Байден недавно говорил о ядерном Армагеддоне. Вот что вы теперь-то думаете по этому поводу? Я думаю, что Путин не применит. Он говорит, рациональный человек. Рациональный, прагматичный человек. А что вы думаете по поводу Украины, вот раз он рациональный человек? Ну, тут он просчитался, вот тут он просчитался. А он рациональный. Иррациональный, и одновременно просчитался. Ну, конечно. Вот это вот, я и говорю, это что-то производит впечатление такой вот компиляции, сшитой из различных кусков, сделать как бы нечто, что более-менее было бы удобоваримо для американских, так сказать, американской и политической среды, и медийной среды, и для американского избирателя в преддверии как бы выборов. Все это происходит на фоне того, что как бы вот к этой администрации очень сильно упало доверие. Даже есть некоторое раздражение, как бы, вот, так сказать, понятно, этой администрации. И дело даже не в том, что упало доверие, как, знаете, как рейтинг доверия. Тут хуже. Этой администрации стали не доверять. Вот очень долгое время пыталась, так сказать, пресса с подачи партийного руководства демократов показать, что, мол, пришли профессиональные люди, вернули взрослые в Белый дом. Сейчас-то все будет хорошо. Сейчас все наладится на всех фронтах. А выяснилось, что эта администрация не может ничего сделать. Что все, что она не делает, Посмотри на одного из профессионалов. Только не говори, что я тебя не предупреждал, что это будет трагично. Карин Жан-Пьер. Да. Ничего так, да? То есть он говорит, что когда антисемитские гадкие высказывания говорят демократы, типа, мы их наказываем. А тут республиканцы говорят и их валят. Представляете, вот сенатор Тубервиль утверждает, что чернокожие совершают преступления. Твою мать, у тебя вся тюрьма забита чернокожими. То есть Карин Жан-Пьер такая дура, что даже не знает, что происходит в Америке. Дура, все совершают преступления, чернокожие тоже. Ну, вот это же, это же та самая, вот так сказать, ультралиберальная, ее называют еще волк, да, так сказать, там, понятно, культура бдительных, да, вот это вот, так сказать, вот это вот, вот это вот гиперполиткорректность и ультра, так сказать, левый либерализм, он вот так вот выглядит. Вот нельзя говорить вот так. Ну, нельзя вот так вот говорить. Вы не можете сказать ни мама, ни папа, не можете сказать, как бы, что преступник был черным. Ну, не можете, но как бы, ну, это все, это невозможно. А загорелым его можно назвать? Я не знаю, как их можно назвать. Ну, просто Берлухоник когда-то назвал Обаму, а Бронзату загорел. Да, Бронзату, да. Ну, вот это вот все, на самом деле, приводит к тому, так сказать, что, во-первых, растет просто недоверие. И такое очень тревожное, я бы сказал, раздражительно тревожное недоверие к этой администрации. То есть на них смотрят и говорят, слушайте, ребята, ну, смотрите, у вас как минимум два капитальнейших прокола. Один из них, Ближний Восток, просто по всем фронтам. Вы сбежали из Афганистана так, что это, так сказать, надолго еще пятном будет лежать на Соединенных Штатах и вообще на всем, что оно делает во внешней политике и, так сказать, на внешнем контуре. И, во-вторых, ну, слушайте, ну, вы с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и прочими, так сказать, странами ОПЕК, ну, прежде всего, монархиями Залива, которые там играют первую, так сказать, скрипку, вы с ними просто не смогли договориться. Вы попытались на них надавить, но в результате, в результате у вас произошел еще более худший сценарий. Они думали, что они, так сказать, там на единичку сохранят, так сказать, там, понятно, добычу, а они на две единицы сократили добычу в день. То есть вам щелкнули по носу, так сказать, так довольно-таки показательно. И вы ничего по этому поводу сделать не можете. Вы только говорите сейчас, и Байден сказал, и Карина Жан-Пьер, кстати, сказала, что, пожалуй, настало время по-новому оценить, переосмыслить отношения, значит, соответственно, с Саудовской Аравией. Серьезно? Ну, то есть, как бы вот только сейчас, только сейчас пришло осознание, что нужно что-то переосмыслить. Конечно, тут же были сказаны слова, что Саудовская Аравия действовала заодно с Россией. Ну, кто-нибудь вообще вычитывает то, что подсовывает президенту и его пресс-секретарю? Ведь вам же потом от этого отмываться придется. Очередной раз, так сказать, создан вот этот прецедент, точнее так, в копилку, так сказать, могущества, так сказать, властелина Мордора вброшено еще несколько шаров. То есть, смотрите, он не только там то, это, пятое, десятое и Трампа президентом сделал. Он, оказывается, теперь еще и Саудовскую Аравию полностью поставил под контроль. То есть, Саудовская Аравия действует заодно с Россией. Признать это означает полный дипломатический провал на Ближнем Востоке. Вот не признать, что мир меняется, вы знаете, как бы у всех стран есть интересы, мы ведем консультации, так сказать, там все непросто в наших взаимоотношениях с Саудовской Аравией. Это было давно. Можно было сказать, это Трамп все испортил. Нет, вот сейчас нужно было сказать, что Саудовская Аравия, конечно, тут действовала заодно с Россией, но мы будем теперь переосмысливать свои отношения с этими странами. Вот. При этом, так сказать, страшно нервничают, понятно, сенаторы, значит, демократы, там, конгрессмены-демократы из Нижней Палаты, говорят о том, предлагают всякие резолюции, значит, о том о выводе войск прекращения военных поставок на, вот, собственно, на Аравийский полуостров, вот этим самым монархием. Что, в общем, как бы является, конечно, нервной такой реакцией, потому что если сейчас это сделать, то ясно, что, во-первых, как бы это будет означать уход просто Соединенных Штатов окончательный и самый нужный для них область, там, Ближнего Востока. И это же один из основных покупателей оружия. Они же на бешеные деньги покупают. Да, 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 но проблема в том стоит, что, так сказать, производители оружия это люди, которые дают деньги не только демократам. Я бы даже сказал, не только демократам. Да, то есть, как бы военно-промышленный комплекс, он гораздо шире, чем просто, так сказать, сборочный цех, там, не знаю, какие-то там. А вот вы, братья, не стали бы нервничать, если бы на ваших глазах вот такое происходит? Арабских Эмиратов держат в руках серую куртку, явно для своего лидера. Но вот выходит Путин и Аль Нахаян. И президент Арабских Эмиратов уже в накинутом черном пальто. В нашей съемочной группе сразу показалось, что такое пальто мы где-то уже видели. Далее внимательно следим за жестами российского президента. Настроение у обоих прекрасное. В общем, сам визит, особенно его финал, в прямом смысле слова, получился теплым, несмотря на погоду. Да, 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 да. Надо сказать, что это древний, на самом деле, символ, так сказать, на самом деле дипломатии, когда, так сказать, отдает там кафтан, шубу и так далее, вот, так сказать, своему гостю. Он очень хорошо будет прочтен на Ближнем Востоке и вообще, так сказать, на всем Большом Юге. Вот это вот, так сказать, уехать в одежде, в одежде принимающего высокого гостя, это большое дело. То есть, на самом деле, вот эта вот вся такая из тонкостей сотканная дипломатия, она как бы очень важна. Степень высочайшего доверия. Степень высочайшего доверия, причем обоих участвующих. Вот это как бы очень важно. Один дал, другой принял. Вот как бы отдал свою одежду, так сказать, своему, так сказать, гостю, и гость принял. То есть, это означает, конечно, степень большого доверия. Вот я думаю, что тоже, как бы, на Западе знающие люди, так сказать, это все дело прочтут. И в этом смысле, вот я, как бы, возвращаясь к тому, это, конечно, выглядит абсолютно как провал. Вот, на этом фоне все больше и больше голосов, конечно, тех людей, которые говорят, ребята, давайте все, давайте остановим, так сказать, вот этих вот людей в Белом доме. Давайте провалим, так сказать, вообще уже, вот эту провальную администрацию, как бы, уберем от решения вопроса. Ну, смотрите, и на этом фоне, вот я, как бы, два, так сказать, просто таких новостных момента, коротко, так сказать, коснусь. Ну, во-первых, Тулси Габбард покидает демократическую партию США. Вот это вот ее, так сказать, ее заявление, так сказать, о том, что демократическая партия находится под контролем клики разжигателей войны, вот, которые, как бы, так сказать, ну, там дальше говорится еще так же об вот этой вот леволиберальной культуре, которая уничтожает все, включая человеческую духовность, там, семью и все прочее, тоже говорится. Это короткое видеообращение, которое, естественно, тут же разлетелось по новостным агрегаторам, и она призывает всех разумных демократов, всех независимо мыслящих, как бы, людей, последовать ее примерами и выйти из демократической партии. Вот, то есть, вот, то, что известный достаточно политик... Интересно, сколько людей за ней последует? Ну, это вопрос такой, смотрите, как бы, дело в том, что, как бы, партии в нашем понимании в Америке нет. То есть, политик себя объявляет, а я демократ, он может зарегистрироваться как избиратель демократической партии. Вот, то есть, это вот такая вот вещь. Но то, что политики, как бы, некоторые, и избиратели, самое главное, демократической партии, которые, как бы, имеют, ну, может быть, либеральные, может быть, левые убеждения, но совершенно не готовы за этим либеральным мейнстримом пойти, посмотрим. Это интересный ход, он сделан не на нынешний избирательный сезон, он, конечно, сделан в расчете, в пристрелке на 24-й год. И это, как бы, действительно сильное заявление, потому что Тулси Габбард, несмотря на то, что у таких людей, ну, нету, конечно, шансов стать, там, президентом Соединенных Штатов, она, конечно, очень популярна, ее любят, ее слушают, она, так сказать, человек, так сказать, им внешне очень привлекательный, говорит хорошо. Хотя выборы она проиграла. Смелый. Да, да, она, так сказать, выборы, она просто не пошла на переизбрание, там, она была конгрессменом от Гавайев, вот, она проиграла праймерис, значит, соответственно, демократической партии, причем дважды, она в 20-м году сама участвовала, в 16-м поддерживала, значит, Берни Сандерса, причем поддерживала тогда, когда сам Берни уже себя не поддерживал, когда он уже слился, вот. Вот, она часто появлялась у Такера Карлсона в программе, но именно вот по вопросам такого, знаете, слушайте, давайте все-таки не будем разжигать войну. Она вот такой представитель какого-то, вот она хоть женщина-то, в общем, достаточно молодая, но при этом, она как-то представитель такого старого вот этого левого движения, которое еще боролось за мир. Ну, вот так она выглядит. У нее и судьба такая довольно любопытная, если я правильно помню. Да, ну, она же, так сказать, она ветеран вооруженных сил США, то есть она была в национальной гвардии, значит, Гавайев и, так сказать, была в горячих точках. То есть это как бы не паркетная, так сказать, понятно, женщина в погонах. То есть, в общем, как бы человек, который в горячих точках побывал, можно сказать, более того, она же в 17-м году побывала в Сирии, так сказать, с поездкой, что называется, ознакомительной. Вот, и весьма, так сказать, под большое сомнение ставило действие там белых кассок о том, что якобы химическое оружие Башаром Асадом было применено. Она, так сказать, сравнивала тех, кто борется с Башаром Асадом и, так сказать, всех прочих бурмалеев, так сказать, экстремистов по всему миру и сказал, что разницы нет никакой. И тогда ее тоже как бы обвинили в том, что она как бы доходится в сговоре сначала с Башаром Асадом, а потом и с Владимиром Путином. То есть, в общем, фигура заметная, я бы вот так вот сказал. Притом она же молодая, на 81-го года рождения. Да, да, я говорю, что вы достаточно молодая. Дослужилась до майора. Ну да, ну так и. Вот, то есть, как бы человек-то, в общем, с хорошим послужным списком. При этом, как бы, в общем, не знаю, понятно, что накопать грязь можно на любого человека, это всегда делается. Но уже к этому, как бы, в Америке-то и привык. В целом, как бы, да, вот это очень заметное событие, на мой взгляд. А вторая, так сказать, такая вещь, это опубликованная небольшая колонка в RealClearPolitics, специально для этого издания, была опубликована от известного публициста, консервативного Бена Шапира. Вот это вот, так сказать, правда, вот два мира, два Шапира относятся к его отцу, вот, но он, так сказать, такой последователь, значит, соответственно, консервативного такого курса. Он, там, часть активного, достаточно, израильского лобби в Америке, но он такой, прямо вот, консерватор, скорее, такого старого, а не трамповского типа. Вот, и он такой, скорее, всегда был с Тедом Крузом, нежели с Дональдом Трампом. Вот, вот, но при этом он вдруг опубликует колонку, где, конечно, говорит, что все, что делает Путин, это плохо, но, наверное, не стоит упираться, надо отдать территории Владимиру Путину. Вот он приводит там довольно неуклюжие исторические примеры, но все сводится к тому, что, слушайте, ну вы реально думаете, вот, очередной раз повторена та мысль, которую я часто повторяю, там, на вечере, вот, что американцы разумные, вот, которые, в том числе, и публикуют, они говорят, слушайте, вы правда думаете, что если вы уберете Путина, то следующий, кто придет за ним, будет либеральный, любящий Запад человек. Говорит, нет, российское общество настроено, так сказать, абсолютно, как бы, антиамериканский, антизападный. Придет такой человек, по сравнению с которым Путин, конечно, нам покажется прозападным лидером. Повторяя этот аргумент, он говорит, слушайте, отдайте Путину территорию. Это будет нормальный, так сказать, абсолютно дипломатический ход со стороны Запада. То есть, вот, 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 понятно, что у власти в Вашингтоне, так сказать, эстеблишмент, Белый дом, Госдепартамент, так сказать, там остаются люди, которые, которые, конечно, сейчас по-прежнему ни шагу назад, все реалисты оттерты предельно в Белом доме, вот, принятие решений, но вокруг множатся, вот, так сказать, понятно, публикации и мнения, которые, конечно, подталкивают Америку к, так сказать, понятно, каким-то действиям, хватит нагнетать. Вот это, на мой взгляд, вот, вот, последние недели, это еще было до моста, до ударов ответных России, так сказать, до, вот, так сказать, нового, так сказать, этого самого, можно сказать, этапа. Они тоже, кстати, стали называть, что это, как бы, новый этап, так сказать, вот, событий на Украине. И вот это все было до этого начался. И сейчас эта волна продолжается. То есть, давление на, так сказать, на администрацию в этом смысле растет. Вот, помножено, еще раз повторюсь, на то, что растущее недоверие к этой администрации. И правильно делать, что не доверяют. Полный контакт. Что, начинаем? Да, начинаем сегодня очень много международных новостей, но о них позже, все-таки Украина. Вот одно из заявлений министр энергетики страны Герман Голощенко, телеканал УСНН, сказал, что за последние два дня энергетическая инфраструктура Украины пострадала на 30%. Много других новостей из регионов, которые подтверждают эту ситуацию. Ну, в частности, мэр Львова, Садовый, говорит о том, что, ну, выведены все четыре электростанции. В городе серьезные проблемы с электроснабжением, нужны месяцы, чтобы все восстановить. Вот так вот. Ну, вот те, кто слышал предыдущие эфиры и раньше, еще раз повторю, что я как бы еще весной говорил, раз уж мы начали эту военную операцию, то надо бить так, чтобы никто встать не мог. Вот пусть это звучит как бы жестковато, но тем не менее. Выведение из строя инфраструктуры является классикой, что называется, жанра в данном случае. И эта инфраструктура помогает украинской армии бороться с нами, а поэтому она должна быть выведена из строя, эта инфраструктура. Я не знаю, какую Америку я здесь открыл, мне кажется, это однозначно. Это касается и снабжения, и организации логистики, и подвоза, между прочим, всевозможных боеприпасов, оружия и всего остального, которое убивает наших солдат. И особенно важно это теперь, после того, как объявлена мобилизация. То есть мы обязаны на самом деле разрушать инфраструктуру Украины, потому что эта инфраструктура помогает убивать наших солдат. Вот и все, без всяких там, но если бы как бы, как будто бы в таком случае и так далее, и так далее. Если верить, значит, тем же самым украинским источникам, и мы действительно выявили за два дня 30% мощностей электроэнергии, это означает, что за шесть дней можно вывести все мощности из строя. Слышите? За шесть дней. Ну так, арифметические действия, да? Да. Вот если бы мы этим занялись еще весной, еще раз повторю, может быть, и мобилизации никакой не надо было бы объявлять. А вот этот странный, так и проявляемый нами гуманизм, он как бы так вот, мне кажется, только усложняет ситуацию. Но так как я это уже не раз говорил за последние дни, я уже повторяться по сто раз не будем, так вот. На мой взгляд, то, что мы сделали за два дня, этот результат, пусть даже он достаточно скромный, но тем не менее он очень впечатляющий. 30% мощностей по свидетельству украинцев, да, откровенная паника во многих украинских, так сказать, городах, эвакуация руководства, судя по всему, из Киева, значит, возникновение опять потоков беженцев в Европу, туда им и дорога. Я вчера говорил, что я вообще считаю, что Байден, если он такой добряк, как бы, да, должен организовать караван гуманитарных пароходов из Украины в Америку, и мы должны пропустить его из Одессы через Черное море. Пусть он примет миллионов 5-6, а может 10 украинцев, если он так любит украинскую демократию, и это будет правильно, вот, а там можно и зиму пережить, там, я говорю, во Флориде или в Калифорнии можно без штанов ходить, так сказать, это все на круглый год. Ну вот, посмотрите, какого, в общем, пусть даже и не очень грандиозного, но значимого эффекта мы достигли. Посольство западное эвакуируется из Киева, некоторые даже не во Львов, а в Польшу, да, корреспонденты побежали, 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 засеменили, а всего-то навсего. Надо было, как бы, да, однозначно, как бы, да, ударить по некоторым объектам инфраструктуры. И еще раз говорю, если мы за два дня добились такого эффекта, представьте себе, какого эффекта можно было бы добиться, если бы это обратить в систему. Я лично считаю, что это должно стать системой. Вот очень будет неправильно, если сейчас вот два дня мы, типа, попугали, попугали, и, значит, остановимся. Тогда они восстановят это все дело, восстановят. А что это такое электричество? Электричество – это разведка, это средства массовой информации, это интернет, это связь, это обеспечение, как бы, вооруженных сил, это все, что с этим связано. Это, в том числе, как бы, и питание, там, для разного оборудования и так далее. Поэтому, ну, давайте уже, как бы, это делать по-серьезному. Вот так что я считаю, что останавливаться здесь нельзя. Я не знаю, в каком объеме это, пусть там военные решают, но это должно приобрести характер постоянной системы. И тогда дело пойдет бодрее. Кстати, может быть, это совпадение, я не знаю. Но посмотрите, как за эти два дня, с одной стороны, поднялся дикий вой на Западе насчет варварской России, а с другой стороны, вдруг появились какие-то разговоры о том, что, ну, может быть, так сказать, надо как-то это присмотреться. Может быть, какие-то компромиссы возможны. Байден тут сдал назад насчет Армагеддона. Да-да-да, мы еще поговорим об этих заявлении много в Европе. Я считаю, что результат есть, и надо продолжать в том же духе. Каждый день, ну, если не каждый день, опять же, я не знаю, там, вопрос запасов этих боеприпасов, как бы, да, но надо сделать так, чтобы, вот вы сказали про Львов, чтобы люди во Львове перестали думать, что у них все хорошо, потому что у них все должно быть плохо. У них сейчас плохо. Это жестоко, но у них все должно быть плохо. Это именно из этого гадкого города, да, проистекает, как бы, да, вот эта вонючая идеология бандеровщины. Оттуда именно. Там живут родители, родственники тех, кто издевается над нашими солдатами-пленными. Там живут родственники тех, кто, значит, сбрасывает замученных людей в Купянске, в яму. Там они живут. И они там живут очень неплохо, спокойно, как бы, да, сыто, поглазывают себе брюхо. Вот надо сделать так, чтобы они, как бы, перестали жить спокойно. И, глядишь, может быть, и ситуация изменится, да. И вообще, и вообще, еще раз хочу сказать, вот внутри украинской политической идеологии очень серьезную роль играет вот этот вот, значит, элемент идеализации потребительства, да, такая субкультура потребительства, как вот цели жизни. Да, поэтому, собственно говоря, за это они и продали многое из своей истории, своей идентичности. Вот. Лишь бы жрать послаще и спать, так сказать, да, помягче. Вот. Они поэтому в ЕС и стремятся. Так вот. Украинский обыватель должен понять, что дорога в ЕС и НАТО ведет не к улучшению жизни, а к ухудшению. Вот как только у него ухудшение жизни, отсутствие электроэнергии, газа, значит, канализации воды приравняется к дороге в НАТО. То есть, дорога в НАТО и ЕС для украинца это, значит, нет света, нет воды, нет канализации, нет газа, очень холодно. Вот как только он это поймет, ему расхочется в НАТО и ЕС. Ну, вы как по описанному, вот в своем телеграм-канале глава украинского правительства Шмыгаль уже обращается к украинцам, говорит, что с 17 до 23 часов, совпадает с московским временем, просим не включать энергоемкие приборы. И там большой списочек начинает электроплит, заканчивая посудомоечными машинами. Это важно для стабильной работы нашей энергосистемы, просит премьер украинский. Вот. Украинская энергосистема должна перестать работать. Совсем? Совсем, да, совсем. Должны остановиться все предприятия, должны остановиться, так сказать, все объекты инфраструктуры. Вот люди, людям накануне зимы украинским, я советую скоро собирать чемоданы и ехать в Европу, Европу, Америку и во все те страны, которые так клянутся в любви к украинской демократии. Вот туда. Они вас обязаны принять. А то, видите, как они устроились, как бы, да, они вам там наговорят, давайте вы воюйте с русскими, как бы, а мы тут будем это самое, развивать свое евроатлантическое единство. Туда, туда, все туда, все туда, как бы все в Европу, в Америку, в Японию, там еще куда, куда можно уехать. Во все страны, которые так горячо любят Украину. А что касается этой энергосистемы, ей нельзя давать, не только нельзя давать восстанавливаться, ее надо уничтожать. И что касается, между прочим, еще раз повторюсь, я вот говорил, все слухи о том, что якобы на принятие военных решений влияют наши олигархи, можно опровергнуть только продолжением разрушения украинской инфраструктуры. Разрушение украинской промышленной инфраструктуры, да, в том числе тех предприятий, которые могут быть связаны с российскими олигархами. Вот только так можно, да, заставить общество поверить в то, что эти слухи о том, что якобы наши некоторые олигархи, да, толстопузые, да, и толстозадые, влияют на вот это вот, куда бить, куда не бить, где бомбить, где не бомбить. Вот только так эти слухи можно опровергнуть. А если эти слухи соответствуют действительности, то это, знаете, можно прорвать к предательству. Мало ли у кого там какие заводики, мало ли кто там что поставляет куда, да, значит, на кону жизни наших бойцов, солдат, офицеров, мобилизованных, которых оторвали от семей. Поэтому никакие там, никакие интересы, никаких бизнесменов в данном случае учитываться не должны. Этих заводы и прочие пароходы как бы должны остановиться, потому что они все работают на Украину, а все, что работает сейчас на Украину, работает против России. Вот, кстати говоря, я считаю, что и в отношении стран Европы и Америки надо прекратить двойственную политику. В космос с ними летать прекратить, прекратить подавать им газ тем странам, которые поставляют оружие, значит, на Украину, на электроэнергию. Вот, например, даже с этими, с Крымским мостом. Опять, видите, значит, а, не с Крымским мостом, вот сегодня сказали там, да, предотвращен ФСБ теракт. Какой-то, значит, урод этот самый, да, по заданию украинского и этой разведки ввез сюда 2-2 ПЗРК-стрела. Со стороны Эстонии, опять со стороны Эстонии, опять со стороны Эстонии, как в случае с убийством Дарьи Дугиной, опять со стороны Эстонии въехали эти люди, вот, и тогда вопрос, а нам надо вообще, чтобы оттуда кто-нибудь въезжал, первое. А второе, а почему до сих пор Литва, Латвия и Эстония, они пользуются, значит, нашей электроэнергией, они до сих пор включены вот эту в единую электросистему. Давайте им тоже устроим, так сказать, как модно сейчас говорить, blackout. Ну, а почему нет-то? Почему мы не вводим санкции против тех стран, которые из штанов выпрыгивают, поддерживая Украину? Ну, та же самая Словакия, там еще кто-то. Я думаю, что вот, ну, вот эта вся двойная игра, когда она идет, да, вот двойная какая-то игра, она убеждает наших противников в том, что мы блефуем, в том, что мы слабые, в том, что мы, так сказать, готовы идти на тайные компромиссы и сговоры, в том, что для нас деньги важнее всего. Вот, а это, еще раз говорю, это предательство, по большому счету, по отношению к тем людям, которые там воюют на Донбассе, или по отношению к тем гражданам, которые попадают под удары, значит, в приграничных регионах и так далее, так далее. Здесь вот двум богам служить нельзя, тем более, как бы, да, если речь идет о деньгах, это вообще, как бы, мне кажется, так сказать, неприемлемо. Вот я смотрю, идут новости, поступают, вот только что пришло сообщение, в Киеве и Киевской области свет будут отключать в три очереди, ну, в общем, у них там весело. Еще одно заявление, это уже СБУ, Служба безопасности Украина, она призвала украинцев не снимать и не распространять фото и видео последствий ударов по инфраструктуре. Ну, в принципе, это здравомыслящая просьба какая, но при этом, как бы, характер украинской власти проявился за распространение этих материалов, сразу уголовная ответственность. Ну, вот, по-простому мы с людьми разговаривать не можем на языке доверия, как бы уж, если мы все заодно. Ну, это вот тоже к вопросу о том, где там, где, у кого какие ценности. Они нам все рассказывали про то, что у нас тут страшный мордор, авторитаризм, как бы, да, и рабство, а вот у них просвещенная европейская демократия. Как только прижало все, плевать всем на эту европейскую демократию, плевать всем на это право и на все остальное. Да, но, в общем и целом, да, их понять можно, я бы, как бы, да, тоже в чем-то согласился, по крайней мере, касается приграничных регионов, я бы там тоже ограничил все эти съемки, передачу данных, информации и так далее. Вообще, может быть, там надо ввести военное положение ради безопасности граждан, которые там проживают, в том числе, да, об этом, может, еще весной вот речь шла. Да, но все говорили, что это излишне, не нужно. Мне кажется, это не излишне и не нужно, особенно на фоне тех терактов и вот того, что произошло с Крымским мостом, вот, буквально, так сказать, в последние дни. Но, да, они боятся. Они боятся, что, на самом деле, эти данные будут разлетаться. И смотрите, как они, как они, как бы, работают. Они забрасывают в нашу сеть огромное количество всевозможных фальшивок, да, которые должны сеять панику, там, вызывать, там, возмущение. А у себя они это все блокируют, угрожая уголовным, уголовным преследованием. Видимо, действительно, разрушения достаточно значимые, видимо, да. Вот, и для того, что они просто боятся, что сейчас народ на Украине начнет паниковать. А я еще раз повторяю, вот, тоже к вопросу, о наших, к вопросу, так сказать, о наших руководителях, там, да, военных, которые принимают решения, да, политиках, которые санкционируют то или иное. Да, удары по инфраструктуре могут быть вообще в разы важнее, да, вот этого, всего того, что происходит на линии соприкосновения. Эти боевые действия надо принести вглубь Украины. Вглубь Украины, потому что, на самом деле, людям, живущим в Киеве, а тем более во Львове, наплевать, что там происходит в Авдеевке, Красном Лимане или Купянске. Реально, им просто наплевать на это. Их вообще это не волнует. Для них это вообще, так сказать, ну, люди второго сорта, их вообще это не интересует совершенно, а интересовать их будет только тогда, когда у них не станет электричество, когда у них отключат канализацию, они утонют в собственном дерьме. Вот тогда их начнет интересовать это, я вас уверяю. И, значит, настроения начнут меняться. Еще раз повторю простую формулу. Надо им показать простую вещь. Ваша дорога в НАТО и ЕС это не улучшение жизни, а ухудшение. И когда у них вот это сравняется в голове, тогда на Украине начнут происходить какие-то реальные изменения. Плюс ко всему, я считаю, что мы должны тоже активнее участвовать в деятельности по организации какой-то диверсионной работы. А почему нет? Посмотрите, как они активно работают против России, да? И они чувствуют себя в полной безопасности. Все эти Кириллы Будановы там и все остальные. Да, мы сегодня тоже. Вот и спокойно себе там живут. Почему? Потому что мы убедили их в том, что мы этим не будем заниматься. Не надо их убеждать было в этом. Не надо было их убеждать в этом. Они, наоборот, должны постоянно менять местонахождение для того, чтобы избежать возможной ликвидации и так далее. Вот и все. Давайте теперь переключимся на другой аспект, собственно, одного и того же события, специальной военной операции, мобилизации. Сегодня в большое интервью опубликовано генерального прокурора Игоря Краснова. Ну, много важной информации. Ну, во-первых, он говорит о том, что, во-первых, цифры. Выявлено полторы тысячи нарушений законодательства. Благодаря вмешательству все негативные тенденции исправлены. Ну, так, с чиновничного на русский. Все поправили. Многих вернули там как-то и так далее. Еще. Генпрокурор Краснов сказал, что существующую сейчас в России мобилизационную систему необходимо срочно модернизировать. Она совершенно устарела. Он говорит, не надо делать крайними военкоматы. Нужно внедрять интеллектуальные передовые технологии в закрытом контуре. Хватит все делать на бумаге и так далее, и так далее. Нужно оказывать военкоматам помощь. Еще он сказал, что отсутствует единый подход к романью баз данных лиц, подлежащих этой мобилизации. То есть, если такая работа была бы сделана раньше, то сейчас вот этих всех недочетов, недопониманий, неразберихи не было бы. А сейчас он константирует, что должностные лица стремятся отчитаться о своей работе быстрее, в ущерб планам, в ущерб здравому смыслу и так далее. Вот там есть еще ряд заявлений, но вот эти вас радуют? Не, ну, если честно, нет. Так. Не радует. Потому что для этого не надо быть... Я, конечно, поддерживаю все, что он сказал. Хорошо, что он сказал. Но не надо для этого быть генпрокурором, чтобы все это понимать, например, скажем, год назад, два назад, года три назад. Для этого не надо быть ни министром, ни большим начальником. Для этого надо просто честно было смотреть на вещи. Не лизать, так сказать, начальником на эти одно место бесконечно. И не убеждать себя, что все хорошо. Вот и все. Потому что любой, кто как бы на земле эти все вещи когда-то проходил, знает, что все нехорошо. Для того, чтобы предсказать все эти косяки по мобилизации, не надо было быть вообще каким-то гением, да, и там каким-то главным военкомом. Но что все это на поверхности лежало всегда. Всегда. А почему не занимались этим? Потому что, во-первых, считали, что никогда такой ситуации не настанет. А, во-вторых, потому что верили отчетам насчет того, что все и так хорошо. А теперь вот, значит, это самое, пока гром не грянет, этот самый мужик не перекрестится, да. И теперь в авральном режиме надо что-то менять. Да что ж вы поменяете вот так вот в авральном режиме? Это надо было менять в течение лет 10-15. Вот в чем дело. Понятно, что это не дело гемпрокурора. Это не он этим должен там заниматься, да. Но и то, что она говорит, что вот там разбираемся там и все такое прочее, это, конечно, хорошо, что разбираются. Но на самом деле, на самом деле, чтобы предсказать все эти проблемы, не надо было быть специалистом. Вот, опять же, как бы здесь вот наши слушатели и зрители не дадут соврать. Я сразу сказал, ну, проблем будет море. Море, потому что на самом деле, как бы, тот, кто вот по жизни это проходил, тот знает, что ничего не изменилось там. Вот я впервые с военной системой столкнулся, внимание, да, 38 лет назад. 38 лет назад. Вот впервые я с этим столкнулся, ну, вообще, так сказать, с армией, с военной системой в 1984 году. Вот. Я могу сказать, что вот в этой сфере ничего к лучшему не изменилось, а что-то даже к худшему. Ну, вообще ничего. 38 лет. Алло, гараж. Понимаете? А сейчас прозрели, прозрели, так сказать, вот сейчас, вот поняли, наконец-то и тролливали, и все такое прочее. Для того, чтобы прозреть, еще раз говорю, не надо было быть большим специалистом, надо было просто внимательнее посмотреть на эту ситуацию. Это первое и второе. Ну, хорошо, давайте так, давайте теперь будем менять. Ну, хоть так. Да, конечно, зарабатывать очки на критике, это, как бы, дело такое, как бы, беспроигрышное, я это понимаю, но, как бы, я прошу прощения, просто, ну, для меня это вообще, ну, просто, я не знаю, ну, 10-летие проходило, я сталкивался по разным поводам с этой системой, и каждый раз она меня неприятно удивляла. Вот, ну, каждый раз она меня, мягко говоря, неприятно удивляла. Думаешь, ну, елки-маталки, ну, сколько ж можно? Тем более, на фоне вот этих всех разговоров о цифровизации, а вот эти камеры, которые везде всех, значит, следят за всеми, считывают, там, какие-то, помните, тут недавно был этот ковид, как бы, уже вспоминаешь, как каникулы, да, это самое, как отпуск практически, вот, значит, вот эти все какие-то QR-коды, всякая лабудень, там, да, и все говорили, вот, как у нас это самое. Оказывается, одна из важнейших сфер жизни государства, касающаяся безопасности, вообще лежит в доисторическом состоянии. В доисторическом состоянии. Вот эти все разговоры о том, да вы сами должны были приходить и рассказывать о том, что с вами происходит, но это вообще ни о чем. То есть мы должны, вот, например, генпрокурор говорит, не надо делать крайними военкоматы, а я вам скажу, товарищ генпрокурор, все хуже, крайними-то оказываются не военкоматы, крайними, оказываются те люди, которых призывают. Крайними оказываются, так сказать, те, кому раскидывают повестки, как этот самый сеятель облигации, и начинают, как бы, да, людей нервировать, выводить из себя, там, они по пять, шесть, там, семь часов сидят в очередях, вот они крайними становятся, они военкоматы. Вот так вот. Вот это правда жизни, понимаете? А отсюда, а это уже дальше, я продолжаю, а это вопрос стабильности в обществе и доверия государству. Это гораздо важнее, чем, так сказать, эти самые растроганные чувства людей, работающих в военкоматах. Хотя я им тоже сочувствую, я понимаю, что они, там, на минимальных зарплатах, там, и все, что с этим связано. Я, серьезно говорю, я, как бы, отношусь ко всему этому с сочувствием, ну, честное слово, как бы, да, это все нетрудно было предвидеть. Если бы кто-нибудь попытался бы это сделать всерьез, а не просто, как бы, да, значит, это самые листая очередные, так сказать, эти доклады или, там, бравурные эти самые какие-нибудь, там, рапорты, слушая, выслушивая и так далее, и так далее. Если бы кто-то попытался всерьез проанализировать это, тот понял бы, в каком реальном состоянии находится та или иная сфера, значит, нашей жизни. Особенно это важно, если это касается безопасности. Да, сейчас, да, вот, как говорится, так сказать, не было бы счастья, да несчастье могло бы. Сейчас это все начинает вылезать. Мы, наверное, будем все это модернизировать. Вот, как сказал президент Путин, значит, проблемы накапливались, там, годами, и все, и все такое, все, так сказать, что с этим связано. Ну, хорошо, что мы это увидели, поэтому хорошо, что генпрокурор все это сказал, вот, ну, тем не менее, тем не менее, как бы, да, важно на будущее сделать выводы. Хватит, да, как бы, поедать красивые отчеты. Вот так. Ну, еще ловим на слове генпрокурора Игоря Краснова. Он в этом интервью сообщил, что работа прокуроров с каждым отдельным обращением по вопросам частичной мобилизации не должна выходить за рамки трех дней. Запомним. Железная логика. Первые. Вести РФ. Продолжаем программу и вернемся к генпрокурору Игорю Краснову и его заявлениям в интервью РИА Новости. Он, в частности, сообщил, что генпрокуратура вместе с ФСБ и МВД пресекает размещение фейков, о частичной мобилизации выявлено около 900 информресурсов, содержащих недостоверную информацию и призывы к несогласованным публичным мероприятиям. Ну и Краснов, конечно, говоря о противодействии фейковой информации про частичную мобилизацию, сказал, что украинские специалисты работают в этом направлении весьма и весьма активно. Ну, мы, собственно, сами внутри этого процесса, все, кто знает, что такое интернет, потребляет вот эту информацию по полной программе, не всем удается разбираться, что фейк, что не фейк. Надо ужесточать все это, фильтровать базар с вашей точки зрения, Сергей Александрович. Не, ну, тут такая штука. По конкретному каждому ролику что-то сказать, ну, очень сложно, действительно. Да и не наша задача, разбираясь каждый ролик. Не наша эта задача. Что касается, в принципе, подрывной работы в интернете, ну, да, конечно. Я считаю, что ужесточать здесь контроль нужно, и ответственность тоже нужно ужесточать. Только чтобы это не превратилось тоже, знаете, в охоту на ведьм в том плане, что, как бы, и реальные вещи, и реальные случаи начнут тоже, как бы, да, значит, накрывать какими-то, накрывать какими-то санкциями. В принципе, конечно, учитывая, вообще, так сказать, сам по себе характер всего того, что сейчас происходит, в общем, конечно, информационная политика должна стать жестче. И, в первую очередь, в интернете. Потому что понятно, что противник, да, проводит массированные, там, эти операции по дезинформации, вот, по дестабилизации ситуации в обществе. И он использует все имеющиеся средства, и, в первую очередь, конечно, интернет, да, это понятно. Но при этом надо еще, так сказать, сделать так, чтобы все-таки реальная информация о каких-то тревожных фактах, нарушениях, там, каких-то проблемах, она все-таки доходила бы до органов власти. Поэтому здесь вот надо вот найти вот этот взвешенный подход. И, кстати, вот сейчас, да, как бы, очень много говорят о том, что началась вторая волна мобилизации. Вот хотелось бы понять, честно говоря, да, услышать от властей какое-то более-менее внятное разъяснение по этому поводу. С одной стороны, вроде как говорили о том, что, и министр обороны говорил, что, значит, уже больше 200 тысяч призвано. То есть более чем на две трети, значит, задачи выполнены. С другой стороны, приходят новости о том, что вот новые, как бы, задания мобилизационные, там, да, поступают в военкоматы. В частности, про Ростовскую область там шла еще про что-то. Вот я считаю, что, да, здесь нужно какое-то разъяснение со стороны властей. Это правда или неправда? Если это правда, то что происходит? Хотя, насколько я понимаю, да, для того, чтобы сформировать группировку из 300 тысяч бойцов, необходимо, значит, произвести призыв и отсев гораздо большего числа людей. А, в смысле, взять больше и тормозить. И это, наверное, практически неизбежно. Это практически неизбежно. Но тогда пусть власть, как бы, да, она более внятно все эти вещи объясняет, о чем идет речь. И опять же, тогда в таком случае надо понять, как бы, да, вот этот вот, как бы, если отсев происходит, то сколько конкретно людей возвращается обратно? Потому что пока вот эти, ну, как бы, количество тех, кто возвращается обратно, оно мизерное. Вот даже сам Краснов сказал, по-моему, про полторы тысячи. Вот, ну, насколько я понимаю, явно вот эти повторные задания на мобилизацию, если они есть, явно там речь идет о большем количестве людей. Вот, но, короче, здесь нужна, во-первых, там, разъяснительная, как бы, работа со стороны властей, да, потому что, еще раз повторяю, придется отвечать на вопросы людей. Людей, как бы, да, призывают на военную службу. Людей вырывают из семей, как бы, из привычного образа жизни. Они не сами это выбрали, да, и вы их призываете. Поэтому надо отвечать на вопросы. И не надо, как бы, да, так сказать, уходить от этого, типа, мол, вы нам глупых вопросов не задавайте. Теперь нет глупых вопросов. Глупых вопросов больше нет. Можно было про глупые вопросы говорить тогда, когда, что называется, государство и армия справлялись сами. Вот, а теперь нет больше глупых вопросов. Теперь есть вопросы, на которые необходимо отвечать для того, чтобы, чтобы что? Для того, чтобы сохранять доверие и стабильность в обществе. Потому что это важнее нам многих даже, как бы, таких вот сражений за избушку лесника. Вот, важнее просто-напросто. Потому что, да, можно какую-нибудь избушку лесника захватить, а там, условно говоря, какой-нибудь город-миллионник, там, в плане доверия потерять. Вот что лучше, что важнее? Ну, вот там есть фейки не только о том, кого и как справедливо, несправедливо мобилизовали, и количество людей. Есть и другого свойства. Ну, вот, например, 5 миллионов просмотров видеоконтент, а якобы выдачи призванным в Приморском крае лицам ржавого автоматического стрелкового оружия, полностью выведенного из строя. Это генпрокурор Краснов привел в качестве примера именно фейка. Сложный момент, но люди это, конечно, подхватили. Тема яркая. Ну, тема яркая, я не знаю, как бы, допустим, они проверяют, так это или не так. Говорит, проверка доказала фейк. Я не могу судить о том, правда это или не правда, да, потому что понятно, что тут комментировать каждый ролик, это вот, мне кажется, этим грешат многие наши телеграм-каналы, да, включая и тех, кто считает себя военкорами, как бы, да, там, проверил, не проверил, знаю, не знаю, значит, мне главное отписаться. Я должен отписаться по любому поводу. С утра я должен отписаться, днем я должен отписаться, вечером я должен отписаться. Вот, и даже, в принципе, неплохие люди не успевают ничего проверять. Вот, но понятно, что фальшивок достаточно большое количество, с этим надо бороться. Что касается конкретного ролика про ржавые автоматы, я его тоже видел, но я не могу сказать, правда это или не правда. Вот, мне трудно сказать. Проверяйте, проверяйте, если не правда, докажите, и покажите, как было на самом деле. Если правда, как бы, да, объясните, почему это было так. Вот, собственно, и все. Ну, тут есть какая-то отдельная, собственно, ну, несправедливость, как минимум, да, кто-то сочиняет фейки, и потом большое количество людей должны заниматься тем, что они это проверяют, отвлекаясь от своей основной работы. Ну, это война называется, понимаете, это называется война, вот это ее информационная часть. На самом деле, информационные части войны, там, пропаганде, и раньше уделяли очень серьезное внимание, всегда так было, да, вот. Но сейчас, в наше время, когда вот эта информация, она пропитывает все общество, когда появились технологические возможности доводить информацию очень быстро, до огромного числа людей, вообще нельзя это игнорировать. Надо понимать, что это фронт. Вот, понимаете, вот те люди, которые находятся тоже вот на информационном вот этом вот направлении, они, ну, если хотите, они тоже как бы как на фронте, вот там. Кто-то призван, кто-то доброволец там. Вот мы с вами добровольцы, да, как бы. Но я, по крайней мере, занимаюсь по советской тематике там с 90-х годов. Вот. Никто меня, как бы, это самое, не просил, не принуждал, как бы. Я просто всегда понимал, что это и будет, на самом деле, главным направлением, а не то, что там происходит где-то там далеко от нас. Вот. Но это, на самом деле, война. Как бы-то тот, кто вот в этой вот ситуации находится много лет, да, он прекрасно понимает, какое напряжение и какие ставки, как бы, да, во всех этих вот ситуациях есть. А сейчас это просто коснулось огромного количества людей, которых раньше это не касалось. Вот. И они с этим столкнулись. А так, в общем, к сожалению, вот эта вот пропагандистская, как бы, какая-то война, плюс фальшивки, плюс откровенная дезинформация, в том числе курируемая спецслужбами других государств, это, к сожалению, обычное дело, обычное дело. Я должен сказать, что это началось не вчера, не позавчера. Еще раз повторюсь, вот, например, скажем, мой опыт работы с Украиной, как бы, да, он позволяет мне говорить о том, что вообще все эти тенденции, они еще в 90-е и нулевые годы были абсолютно, абсолютно, как бы, актуальными. Уже тогда формировалась совершенно озверевшая идеология, оправдывающая любые преступления ради, типа, украинской нации. Уже тогда была абсолютная вот эта огромная, так сказать, огромная часть украинского общества перешла в такое дебилое состояние, благодаря тоже вот этой самой пропаганде. Вот когда их убедили в том, что ради мечты о, значит, более комфортной жизни можно предать все, включая свою историю. Уже тогда огромное количество людей там тоже начало тосковать по всяким приключениям и так далее. Вот они дотасковались до войны. Вот эта война, вот сейчас она просто коснулась всех. Если раньше она, как казалось, профессионалов информационного фронта, значит, да, такого невидимого местами, то сейчас она коснулась всех. Надо к этому относиться, как к войне. Вот, но при всем при этом, опять же, если там, например, скажем, это правда, надо на это реагировать соответствующим образом. Если это неправда, то тоже надо реагировать соответствующим образом, причем достаточно жестко. Ну, давайте мы закрываем пока эту тему, пока следим за поступающей информацией. У нас много, как я сказала в начале часа, международных новостей. Ну и, конечно, Джо Байден, он дал интервью CNN, он сделал ряд заявлений. Они, надо сказать, противоречивы. Если особенно воспринимать в контексте недавно прозвучавшего выступления Владимира Путина на Совбезе после теракта на Крымском мосту и начала ракетных обстрелов украинских городов, и с учетом, что через месяц G20 оба лидера предполагают в нем участвовать. Вот так вот, да, что было, что впереди, и вот внутри выступление Джо Байдена. Что он сказал? Что на данный момент не видит смысла проводить переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, но при этом, как сказал, готов обсудить судьбу осужденной в США американской баскетболистки Бритни Грайнер. И вот говорит, если он, Путин, подойдет ко мне на саммите G20 и скажет, я хочу поговорить о Грайнер, это возможно. — Вот прям больше нам нечего делать, подходить к тебе и говорить о какой-то там баскетболистке. — Но может это такой, знаете, вот посыл там, ты подходи про баскетболистку, а мы уж поговорим. — Ну вообще выглядит все это глуповато. И вообще сам Байден, честно говоря, чем дальше, тем выглядит все глупее. Потому что он что-то такое говорит, и дальше его же команда начинает его объяснять. И он сам себя начинает объяснять. И вот даже трудно понять, это такая игра, это такое, так сказать, разыгрывание по нотам, или действительно как бы у него есть какие-то проблемы. В самой Америке не могут разобраться с этим, да, потому что многие его противники, а их огромное количество, считают, что дед просто выживает из ума. Но кто-то ведь управляет политикой США. — Ну где-то второй срок собрался. — Да, да, ко всему прочему. Другие вот у нас, например, скажем, наши всякие разные конспирологи-американисты, наоборот, говорят, что все это ерунда, значит, это на самом деле все игра, они разыгрывают как по нотам, да, как бы, значит, Байден тоже включает дурачка, забрасывает вот эти шары, как бы, а потом эти, типа, снижают напряженность. Но на самом деле все это, все это, так сказать, часть игры. Я думаю, что может быть и то, и другое. Как обычно в жизни, как бы, может быть и то, и другое. Где-то это продуманная, как бы, риторическая игра, где-то, а где-то, как бы, да, это на самом деле действительно уже такая наступающая потихоньку неадекватность очень пожилого человека, вот, которую тоже могут, кстати говоря, использовать. Но сама постановка вопроса, она такая, значит, все равно мы, типа, сверху, а вы снизу. Это вам надо поговорить про нашу гражданку. — Подходите. — Нам про вашу гражданку говорить не надо. Вот. Нам, если и надо поговорить, что про что-нибудь другое. Это же ваша гражданка, вы про нее и говорите. Вообще позиция какая-то достаточно проигрышная. Получается так, что, значит, Байден не хочет говорить о судьбе собственной гражданки. Вот если Путин захочет поговорить о судьбе гражданки США, тогда он готов его послушать. Ну, довольно глупая позиция, которую, мне кажется, и в Америке есть кому раскритиковать. — Сейчас наша технологическая пауза, буквально несколько секунд, и сразу продолжим. Ну, все равно, конечно, то, что... Так, сейчас я посмотрю, какого числа у нас будет G20-то на Бали. Да, 15-16 ноября. Ну, вот месяц, да, и вроде пока все заявляют, что там будут присутствовать. Любопытно. Президент США Джои Бандо Байден также заявил, что не верит в вероятность применения российским лидерам Владимиром Путиным ядерного оружия. А не он ли какое-то небольшое количество дней назад такую раздул шумиху в прессе? Причем все без участия российского президента, да? Байден сам все это сказал, вбросил и сейчас назад. Что это значило? Во-первых, что касается 15-16 ноября. До этого Байдену надо еще пережить выборы в Конгресс. Да, партии, да. Не ему лично, но его партии, которая ему принадлежит. А там, на самом деле, развиваются всякие такие события, совсем для него неприятные. Ну, вот это вот довольно громкое заявление, вот этой Тулси Гавард, про которую говорят. Она, значит, была одним, по-моему, из кандидатов в президенты внутри Демпартии. Да, сейчас она, ну, с довольно серьезным скандалом выходит из Демпартии и обвиняет Демпартию в том, и ее элиту, в том числе. Она во многом там что обвиняет, но в том числе обвиняет в том, что, значит, Демократическая партия ведет США к ядерной войне. И в том числе по этому поводу, она считает их авантюристами, как бы совершенно, как бы, безответственными людьми, вот. И в том числе поэтому она покидает Демпартию. Это серьезный скандал, который, несомненно, подорвет позиции Демпартии. Поэтому Байдену до G20 надо еще пережить выборы. По-моему, они будут 7 ноября. Это самый красный день календаря. Вот. Выбор в парламент, в американский, неизвестно еще, как Демпартия сможет это пережить. Поэтому, если Демпартия проиграет, это будет один Байден. Если Демпартия выиграет, будет другой Байден. Да, это совершенно очевидно. И тогда, может быть, ему тоже захочется что-нибудь поговорить или еще что-нибудь в этом роде. Не только о судьбе баскетболистки. Это первое. Второе. Что касается того, о чем вы сказали, насчет того, что он сам раздул эту тему, а теперь сам с нее съезжает. Но это вообще обычная американская технология. Они создают повод для того, чтобы кого-то обвинить в чем-то, что выгодно американцам. Независимо от того, виноваты вы в этом, не виноваты, не имеет значения. Вас просто огульно обвиняют. Это технология известная. Вот просто есть некий объект, на который вам надо воздействовать. Вы сами, основываясь на каких-то домыслах, слухах, придумываете ему обвинения. А потом на основании этого обвинения строите свои дальнейшие действия. Вот мы придумали, мы там слышали звон, но не знаем, где он. Мы уже постановили, обсудили, расследовали, постановили, что вы виноваты. И дальше мы имеем право на какие-то шаги по отношению к вам. Поэтому здесь это стандартная совершенно схема, которую американцы по всяким разным поводам регулярно и везде применяют. Они сами повышают ставки, а потом пытаются на этом играть. И иногда у них это получается, иногда не получается. Что касается того, что происходит сейчас. Мне кажется, там тоже, как обычно, понамешано разное. С одной стороны, это, еще раз повторю, обычная американская игра. Они, значит, подняли ставки, пытаясь обвинить Россию в том, что Россия хочет применить ядерное оружие на Украине. Может быть, в этом даже был элемент провокации. Потому что, надо сказать честно, они заставили нас, на самом деле, катиться по их инерционному сценарию. В том числе в событиях на Украине. Я не исключаю, что они готовы были пожертвовать вообще Украиной, спровоцировав Россию. Действительно, нанесение тактического ядерного удара по территории Украины. Потому что после этого можно было бы, например, такие страны, даже как Индию и Китай, оторвать от России. На основании этого можно было бы даже это сделать. И это было бы крайне важно для них, вне всякого сомнения. И здесь, мне кажется, я считаю, что они запросто могли бы пожертвовать Украиной. Плюс ко всему, если бы мы это сделали, то появлялся бы прецедент. Если это может Россия на локальном театре военных действий, значит, может и Америка. И дальше появляется возможность обсуждения, реального обсуждения применения тактического ядерного оружия. Например, скажем, против Ирана. На Ближнем Востоке где-то. Против Китая, например, в случае с Тайванем. И так далее, и так далее. То есть, на самом деле, это могла быть провокация с далеко идущими последствиями. С одной стороны. С другой стороны, видимо, часть американской элиты серьезно испугалась, что вообще это неизвестно, чем кончится. И может перерасти действительно реально в Третью мировую войну. А для американцев, я по-прежнему в этом убежден, значит, крайне важно все-таки оставаться на своем североамериканском континенте в безопасности. А вот реальная Третья мировая война, она этого гарантировать не может. Потому что, на самом деле, тогда обрушится все. Пока все это происходит где-то там, неизвестно где, да, то можно вообще позволить себе любые фантазии вплоть до даже тактического ядерного удара. Ну, будет тактический ядерный удар на Украине, ну и что? Ну и что? Вот для американцев что? Плохо очень станет в Европе. Ну и хорошо, если там очень плохо станет, да. Там и сейчас уже оттуда убегают и деньги, и производство, и все остальное. Я думаю, американцы в этом смысле достаточно циничны. Они даже гораздо циничнее, так сказать, чем мы привыкли думать, глядя, так сказать, просматривая их фильмы. С одной стороны. С другой стороны, действительно, видимо, появился определенный испуг. Непонятно, чем это кончится. Косвенно об этом свидетельствуют вот эти странные выступления Илона Маска, который там про какие-то компромиссы заговорил, переговоры. Конечно, Илон Маск не политическая фигура, и он не переговорщик. Вот, но, и он, очевидно, выражает мнение какой-то части американской элиты, которая просто, ну, просто может испугаться, да. Потому что это все кончится тем, что вся их вот эта вот технологическая, так сказать, все эти вот их мечты, они просто рухнут. Просто рухнут, потому что дальше это может пойти по совершенно непредсказуемому сценарию. Вот и все. Поэтому, с одной стороны, да, они сами подняли ставки, возможно, даже пытаясь спровоцировать, а с другой стороны, видимо, решили, значит, немножко откатить час назад и понизить уровень напряженности. Но по-прежнему это остается такой очень опасной игрой, на которую, конечно, нам покупаться нельзя. Еще раз повторю, я абсолютно уверен, что здесь есть у нас некая проблема. Мы, конечно, пытаясь играть по каким-то непонятным правилам, действуем очень линейно. Очень линейно, как бы, да, и вот это линейное действие позволяет просчитывать наши шаги и позволяет загонять местами нас в тот сценарий, который выгоден американцам, да. Вот, а действует НАТО парадоксально, вот, применяя, так сказать, те шаги, которых они не ожидают или которые они считают, так сказать, маловероятными. Тогда, значит, наши действия будут более успешными. Вот так вот. Ну, вот, между прочим, генсек Столтенберг, генсек НАТО тоже сказал, что НАТО сейчас не видит признаков намерения России применить ядерное оружие, ну, конечно, сохраняет бдительность, и сказал, что плановые учения НАТО по ядерным силам сдерживания, конечно же, будут. Тут еще такой есть момент, как бы, да, это тоже такая многогранная, как бы, может быть, игра. Почему? Потому что они, значит, когда подняли вот этот уровень дискуссии, они, видно, действительно сильно напугали часть европейского и американского общества, сильно напугали. А на самом деле это им невыгодно. Почему? Потому что если значительная часть европейского и американского общества поверит в то, что Россия готова нанести ядерный удар, она начнет вибрировать и требовать от своих, значит, этих самых руководителей переговоров с Россией, например, отказа от поддержки Украины. Поэтому здесь они тоже, они выпускают этот пар не ради нас. Они выпускают этот пар, потому что, на самом деле, как бы, да, вот они слишком высоко задрали эту планку, и эта ситуация начала работать против них. Потому что если действительно большое количество европейцев, большое количество американцев поверят в то, что Путин, это, условно говоря, такой Ким Чен Ын, который может нанести удар просто потому, что он очень злой, да, тогда они начнут реально бояться и требовать переговоров с Путиным. А это им не нужно. Это им совершенно не нужно, да. Тут демонизация Путина дошла до такого момента, когда его реально стали бояться. То есть они убеждали, убеждали, что Путин, так сказать, злой, сумасшедший. И огромное количество людей на Западе стало в это верить. А тогда он может завтра сжечь всю Европу и Америку. Тогда давайте с ним договариваться. А вот это уже не в их планах. А вот про это мы поговорим в следующем часе. Железная логика Вести ФМ Первые о главном Взгляд Максима Каноненко На радио Вести ФМ Одним из самых часто обсуждаемых понятий в мире политиков и диванных экспертов вот уже много лет как стало понятие суверенитет. С одной стороны, у этого понятия есть четкое определение. Вот оно. Суверенитет – это независимость государства во внешних делах и верховенство государственной власти во внутренних делах. А в Уставе Организации Объединенных Наций прямо так и написано. Цитирую. Организация основана на принципе суверенного равенства всех ее членов. Однако, как однажды заметил один английский писатель, все члены равны между собой, но некоторые равнее других. Из чего проистекает множество интереснейших политических казусов. Вот, скажем, Саудовская Аравия решила сократить добычу нефти. Разве кто-нибудь может помешать Саудовской Аравии это делать? Нет, никто не может помешать. Так уж было угодно Всевышнему, что он не наградил эту страну плодородными почвами и полноводными реками. Зато щедро наградил ее нефтью. И теперь Саудовская Аравия что хочет с этой нефтью, то с ней и делает. Ее суверенное право. В ответ на это проявление суверенного права другого государства, Конгресс Соединенных Штатов Америки планирует принятие закона, предусматривающего приостановку поставок вооружений и передачу технологий Саудовской Аравии. С одной стороны, конечно, США тоже суверенное государство и тоже находится в своем праве. Хотят, поставляют оружие. Хотят, не поставляют. Но тут ведь все дело вот в этом малозаметном в ответ. То есть США наказывают Саудовскую Аравию в ответ на принятие ею суверенного решения. Вот вроде бы два одинаковых с точки зрения ООН суверенитета. А какие разные на самом деле. В Европе еще интереснее. Вот есть газ у Норвегии. И Норвегия этот газ продает. Ее газ, что хочет с ним, то и делает. Как вдруг премьер-министр Польши встает и говорит, что-то Норвегия продает газ как-то дорого. Наживается, значит, на тяжелой ситуации в Европе, вызванной санкциями Евросоюза против России. И хорошо бы поделиться этими доходами, внимание, с Украины. При этом Норвегия даже не член Евросоюза. То есть премьер-министр одного государства требует от другого государства принятия определенного решения. А суверенитет? Ну что суверенитет? Есть дела поважнее. И как не вспомнить в связи со всем этим ответ какого-то английского политика на то, что Россия не выдает Великобритании нужного той человека. Потому что это прямо запрещено российской конституцией. Пусть поменяют конституцию, ответил тогда английский политик. Потому что конституция конституцией, суверенитет суверенитетом, но каждый должен знать, кто тут ровнее других. Взгляд Максима Каноненко